неукраинских солдат с речевкой на американский лад. Вернем и Крым, за ним Кубань. А далее про пиво в Москве по 6 гривен. Чувствуете аж куда? Если изучить матчасть, то Америка уже поставила вооруженным силам Украины современные противотанковые системы «Дживелин». А в общей сложности вооружений в прошлом году на сумму более полумиллиарда долларов. Это удвоение по сравнению со средними поставками в последние три года. С Турцией Киев договорился о производстве на Украине тех самых ударных беспилотников «Байрактар». Министр обороны Украины Андрей Таран просто в восторге от этих боевых дронов. Современные турецкие боевые беспилотники обладают теми способностями, которые нам нужны. Украина уже закупила с десяток «Байрактаров» с высокоточными турецкими авиабомбами и системой наведения по лазерному лучу для уничтожения как тяжелой бронетехники, так и живой силы. Более того, под руководством турецких инструкторов проведены учения в районах с рельефом местности, как в Донбассе. Турецкие беспилотники – дорогое удовольствие. При этом Украина живет в долг. Зачем такие расходы, если не собираешься воевать? Поздравляю украинцев с Новым годом! Зеленский мало того, что нещадно эксплуатировал детей в своих политических целях, но сделал акцент на рекордном военном бюджете Украины. Этот год показал, что можно об армии говорить, а можно сделать для безопасности и обороны крупнейший в истории бюджет. И при этом хвастался друзьями-союзниками Украины. И были те, с кем мы стали еще большими друзьями, те, с кем стали стратегическими партнерами, те, с кем нас хотели поссорить, но не удалось. Те, кто поддерживал Украину всегда и продолжает это делать. В Новый год Зеленский шокировал публику и своим высказыванием про то, что в случае нападения России поставят под ружье не только мужчин, но и женщин. К чему создавать столь дикие ожидания? Не к тому ли, что нападение на линии разграничения в Донбассе легко смоделировать? А там уж пошло и поехало. Ну и последнее. Как известно, у каждого американского президента должна быть своя война. Правило нарушил за последние десятилетия лишь Трамп. Но, судя по замаху, Байден правилу будет следовать. Где будет воевать Байден? В Венесуэле? В Аганистане? В Иране? Северной Корее? Ливии? Сирии? Сомали? Не похоже. В Донбассе руками Украины? Не исключено. Дабы насолить России врагу номер один. Для Байдена эта война может стать делом, объединяющим НАТО. Если для Трампа блок был явно нелюбим, и от его членов требовалось лишь увеличение денежных взносов на покупку американского оружия, то Байден обещает укрепить атлантическую солидарность. Если так, то вот и общее дело, а не просто взносы. Все вместе рождает нехорошее чувство. Холодок. Над Донбассом нависла военная угроза. Понимаю, что не все с этим согласятся, но во что еще складываются факты, которые мы привели? Как сейчас в самом Донбассе репортаж Сергея Зенина. Ровно шесть лет назад армия Донецкой Народной Республики выбила из аэропорта украинские войска. Война начиналась именно здесь, в мае 2014-го. И все думали, что здесь она и закончилась. Но есть опасения? Есть опасения, что война на Донбассе плавно перекатится в саму Россию. И не абы куда, а в московские аэропорты, в которых уже на этой неделе были первые бои и столкновения путинских силовиков-боевиков со сторонниками всего самого светлого, что осталось в России с навальнятами. Да, и не надо трогать Зеленского. У него единственное новогоднее обращение, которое пошло в плюс алгоритмов Ютуба. То есть количество лайков перевешивало количество дизлайков. Это не было ни у Путина, ни у Лукашенко. Так что с первой вас либеральной пропагандой в этом году и мы начинаем эфир. И с патриотической тоже. Конечно же, тоже с пропагандой. Но, в общем, вернулись после новогодних праздников и сразу в пекло, сразу в информационный бой против путинистов. Ну, начнем не с путинистов, конечно же, начнем с коронавируса. Ну, чего, расслабились, да, за новогодние каникулы. Подумали, раз уж есть вакцина, то в этом году пандемия коронавируса отступит. Ходили без масок по всяческим курортам. Сейчас я единственное что-то проверю, идет ли запись, ага. Так, идет, ну все. Так вот, расслабились во время новогодних каникул, ходили без масок по всяким курортам. Ну, во всяком случае, я. Пенсионеры, которых кинули трижды, отмечали Новый год в общественном транспорте, катаясь по городу и нарушая режим самоизоляции. И действительно, количество заболевших стало меньше, а тут и пришло вот это, ну, количество заболевших в России. А тут как раз под эту тему пришла новость, что ВОЗ во Всемирной Организации Здравоохранения допускает еще более тяжелый второй год пандемии, чем первый. Врачи ООН уверены, что за новогодние праздники окаянный коронавирус не сидел, сложа руки, и значительно усилился и ускорился. Клетки вируса стали более шустрыми, а организм человека более вялым. Из-за ковида наибольший удар коронавирус в 2021 году, по мнению всемирных врачей, нанесет по странам северного полушария. Все, приехали, 21-й наступил. Россия, Канадия, Норвегия, лютый писец от этого самого коронавируса. А вот Украина нет, Украина не является территорией северного полушария. Ну, то есть является, как бы, но она не выходит на северный полярный круг. Но мы-то с вами знаем, не так страшен коронавирус, как строгие ограничительные меры, вводимые властями из-за него. Чего еще больше дестабилизирует ситуацию, в странах не с самой лучшей экономикой, такой, как Кровавый Мордор, более известный, как Россия. Вы думаете, что я в угоду рейтингам нагнетаю ситуацию? А вот и нет. Уже даже ваш любимый фюрер, Владимир Путин, заявил, что он тревожится и опасается массового заражения в России, новым британским штаммом коронавируса. Уже первый заболевший этим штаммом приехал в Россию. И все напоминает ситуацию начала прошлого года, когда в Россию прилетел из Италии первый зараженный коронавирусом человек, а потом весной власти нас закрыли всех по домам. А раз новый штамм вируса, со слов ВОЗа, и еще жестче, и еще хлеще, и еще жестокее, чем первый, то я даже боюсь представить, какие новые изуверские ограничения будут вводиться нашими властями этой лютой весной. Отдельная тема – это вакцинация. Сейчас в мире происходит самая настоящая война вакцин. Кто-то прерывается нашей вакциной, кто-то британский, другие – китайский. Из недавнего Индия заявила, что тоже сделала свою вакцину. Кто-то прерывается всеми вакцинами сразу, а кто-то надеется на афонских старцев и никак не провивается. Как бы там ни было, все, понятное дело, все и все, понятное дело, расхваливают свою вакцину и ищут недостатки у конкурентов. Но только в России людей штабелями загоняют в поликлинику, проводя над ними испытания вакцины. Я помню, что мой батя весной прошлого года говорил, что над ним на работе проводят какие-то опыты. Я, конечно, не придал этому значения, а сейчас-то я понимаю, что над ним как раз проводили испытания вакцины. Он выжил, он не сдох, но чувствует себя крайне неуверенно после вакцинации. Причем можно отказаться от вакцины, да. Но для этого ты должен оформить справку из псевдиспансера о том, что твое решение отказаться от вакцины спутника В было сделано в ясной уме и, что называется, для любви памяти. Ясен красил, что простым людям просто некогда бегать по врачам, и они вакцинируются в каком? В правильно, в формально-добровом, но на самом деле принудительном порядке. Колется неизвестным препаратом, который даже прошел не все клинические испытания под названием спутник. Причем даже если спутник и правда хорош, то, зная о российские чекистские реалии, и российский режим в целом, что доктора, медсестры, к сожалению, могут перепутать дозу и вкаловать вам неэффективную вакцину, а какую-нибудь дрянь похлеще, типа наркотик. Ну, просто перепутая, конечно, не специально. Понятно, ну, что ж делать. И быстро отправить вас на тот свет. Очень интересно и то, что соседние страны, не только Украина и Белорусс, но даже и Казахстан, пока не горят, не горят желанием закупать российскую вакцину в промышленных масштабах. А нам, значит, россиянам и колоться надо. Мы у Путина с Поповым руководителем Роспотребнадзора подопытные кролики. В Украине вообще уверены, что российская вакцина – это миф. Ее нет. И российским гражданам под соусом спутника Ви вкалывают израильскую вакцину. Как бы там ни было, из-за конкуренции вакцин, когда обыватель и тем более специалисты не знают, что более эффективно Астрозенека или Файзер коллективного иммунитета достичь пока не получается. Так как подрывается доверие как к нашим вакцинам, так и к зарубежным. И люди просто не хотят колоться. Они же не наркоманы, чтобы шприц себе вкалывать в вену. Более того, ситуация после праздников выглядит остырея. Уже даже целый медицинский спецназ ВОЗ отправился в Китай с шприцами и таблетками. Чтобы взять ситуацию с пандемией под контроль и выяснить наконец-таки откуда пошел вирус. Изначально и мне в том числе казалось, что это утечка из секретной лаборатории МГБ Китая в Ухане. Там, когда ограничивалось в Ухане въезд, выезд, делалось КПП, КВВВ и прочее, что полагается при утечке вирусов. Но потом, конечно, когда эта бацилла достигла всемирного размаха, тут, конечно, теплются сомнения. И вот как раз-таки медицинский спецназ ВОЗ и отправился в Китай, чтобы выяснить все из первых уст. Ему, кстати, не дали пока работать. Их две недели поддержали в гостинице китайцы. Формально это было связано с тем, что спецназовцы ВОЗа, а есть и такие, значит, могут тоже, как бы, приносить вирус. Но я думаю, что две недели как раз-таки китайским властям хватит, чтобы подтереть какие-то следы своих испытаний бактериологического оружия. Как бы там не было, следим за ситуацией в мире, связанной с коронавирусом. И идем дальше. И вот происходит то, о чем я говорил в предыдущей новости. Конкретно война вакцин. И происходит эта война в самой России. Подлые российские власти, которые не терпят конкуренции, не то, что в политике, но даже и в поликлинике, в области медицины и вирусологии, запрещают россиянам колодца другими... Да что ж такое? Другими вакцинами. колодца другими вакцинами. В частности, американский Pfizer. Боится наш Росздравнадзор, что американская вакцина окажется намного эффективнее, чем российский спутник ВИИ и эпивак корона. И это, конечно, позорище. Здесь не до устранения конкурента. Тут людей надо спасать. Но нет, Путину и цепновую его псу Бешустину плетит мысль о том, что американцы если бы разрешили Pfizer, вновь спасли бы многих россиян. Конечно, так нельзя подумали в Кремле. Ведь после вакцинации гипотетической вакцинации Pfizer внутри России сложно будет привитым американской вакциной россиянам объяснять почему Америка наш враг. Но это ладно. Здесь в этом запрете колодца чужими зубугорными вакцинами еще прослеживается зависть. Лютая ненависть Кремля к своему народу. Мол, мы власти не смогли понять медицину на качество на другой и на уровень так, что колодитесь россияне нашей вакциной и только нашей вакциной. А никакой конкуренции от Pfizer, от AstraZ от прочих вакцин нет в России. И быть не может как не может быть конкуренции и в других сферах. Все должно быть централизовано и под контролем на кому? Единая Россия конечно же. Если не самому Путину. То есть да, российская власть пошла на очередное преступление запретив вакцинацию другими возможно подчеркну возможно более эффективными препаратами. то есть хотели ввести Pfizer в Россию естественно в частные клиники для богатеньких россиян. Ну не будем сейчас обсуждать социальное неравенство. Так вот богатенькие россияне надеялись что мол а почему бы и не уколоться американской вакциной уколоться и забылся. Вдруг российская не сработает ну или сработает не так эффективно как западная. Однако Кремль элитам ударил по рукам и сказал нет. давите в смысле колитесь только нашим дерьмом про остальные вакцины и думать забудьте границы закрыты и всяким там потанином Ковальчукам и Рутенбергам приходится колоться нашим спутникам В. и конечно возникает самый главный вопрос при запрете Файзера внутри России который сам запрет который подрывает доверие к вакцинации внутри России потому что возникает вопрос так что опять так называемая крымская санкционная крымношистская схема когда запрещают западные продукты чтобы наша коричневая субстанция продавалась населению в три дорого но с меньшим качеством ну то есть это самое что опять что Файзер намного эффективнее российской вакцины что его не допускают в страну так как если бы его Файзер допустили внутри России то цены на наши препараты от коронавируса снизились бы а так конечно когда нет конкуренции они цены ну вы ставите сами да 12 тысяч рублей приходится платить за одну таблеточку эпивак короны запрет вкалывать Файзер внутри России подрывает окончательно доверие к нашим вакцинам последствия этого велики вот в частности умер основатель Яралаша Борис Горачевский от коронавируса мы не знаем что ему там кололи но я сильно сомневаюсь что Файзер кололи скорее всего нашу вакцину вот она и не помогла а что было бы с Горачевским если бы ему кололи Файзер возможно Файзер бы ему помог но увы вот учителя в массовом порядке отказываются прерываться российской вакциной заявляя что ему что подопытной кролики что ли у государства оставим стороне вопрос эффективности нашей вакцины есть же другая проблема Файзер уже вышло вышло на миллионы доз в неделю а наша вакцина за полгода их численность составила только 30 тысяч доз 30 тысяч доз внутри России конечно на 150 миллиона населения со слов Голиковой почему ответ прост гонят на экспорт чтобы зарабатывать бабло бабло превышает угрозу сдохнуть от вируса внутри России для государства увы какая мощная эффективная промышленность ничего не скажешь за полгода 30 тысяч доз на 150 миллиона населения молодцы Росздрав надзор прикрывается тем что американскую вакцину еще надо проверить а российскую вакцину значит по приказу из Кремля минует третью фазу испытаний можно значит вкалывать россиянам используя их как крыс для опыта да а еще что это самое вот например почему бы не пойти по грузинскому варианту когда Грузия выдает лицензии препаратом основываясь на американской на американском фармацологическом контроле ну аналоги Роспотребнадзоров США так что вот так вот и живем кто-то живет а кто-то выживет умер не дождавшись американской вакцины внутри России да файзер файзер а ну что ты файзер что ты файзер файзер а давайте посмотрим ладно этот ролик в конце концов да еще один крайне пропагандистский ну у нас да у нас чуть поменьше от спутников умерли но все-таки есть все-таки есть и вот приходит сейчас срочное сообщение что там учительница в Уфе вколовала себе нашу вакцину и померла сразу же вот такие дела ух с этими вакцинами конечно же противники дистанционного обучения назвали нелогичным указом мэра Москвы о возвращении детей в школы но вообще в действиях мэра Москвы искать логику это все равно что искать справедливость в наших судах то есть абсолютно бесполезно как вообще ее можно искать эту самую логику у человека который борясь за экологию запрещают троллейбусы но тем не менее итак 15 января Собянин всех ошарашил новостью о том что все дистанционное обучение закончилось и возвращаемся к классическому образованию наконец-таки у наших но но этим все равно остались люди недовольны я им говорю этим людям идите на три буквы ибо дети на дистанционном обучении нифига не учатся а сидят и играют в компьютерные игры при этом не выходя на улицу при таком образовании скоро они вообще забудут что значит выходить во двор потому что была тонкая деталь частные школы самые элитные школы Москвы продолжали учить вип-учеников внимание по классической системе образования без дистанта а в элитных школах понятно что работают элитные учителя и понятно что они были только самые лучшие методики и почему-то самые элитные учителя Москвы самые элитные директора школ самые элитные школы Москвы на дистант не переходили значит они думают и справедливо полагают что дистанционное обучение только лишь вредит образованию им виднее какое образование лучше и получалось что качественное образование было не для всех обычным москвичам надо было выполнять какой-то там геморрой типа проседания на локе в скульптуре перед монитором сынам проваловавшихся чиновников разъясняли в это самое время протангенцы и катангенцы да безусловно расслоение общества в образовании было и раньше но из-за удаленки оно усугубилось в разы ведь что сейчас у кого ведь что сейчас происходит в системе образования у кого комп мощнее и быстрее тот или там телефон у того все пятерки а у кого послабее тот троечник и все это к образованию имеет такое отношение как я к балету как и слова Собянина о том что благодаря новогодним праздникам удалось снизить пассажиропоток общественном транспорте и разорвать многие цепочки коронавируса вот причем здесь общественный транспорт и обучение в школах хочется понять да понятно что есть школьники которые им пользуются и они не пользовались транспортом при дистанционном формате обучения но таких единиц все в основном ходят в школы которые рядом с домом ну и к тому же конечно если всем отрубать социальные карточки на проезд то конечно пассажиропоток снизится в разы это не заслуга Собянина это промах всех всех чиновников которые отвечают за экономику как в Москве так в целом и по России что многие люди не могут себе обеспечить даже проезд пользующий льготами на транспорт и надо об этом задуматься конечно же Собянин просто нашел себе оправдание но почему же реально он вернул детей в школы ответ на этот вопрос дают дают в моей родной Самарской области где люди родители школьников более конкретно вынуждены были чуть ли не штурмовать здание областного правительства с требованием вернуть детей за парты да у нас в Самаре до этого дошло что родители штурмовали здание правительства без оружия естественно но тем не менее и чтобы не было как в Самаре в Москве была отменена дистанционка и Самаре вернул детей за парты однако это еще не полная победа родителей учеников которые еще знают что такое настоящее образование так как родились в СССР детей то вернули за парты но запретили им перемещаться по территории школы они вынуждены сидеть в заперти в своих классах к тому же действительно какие бы меры не вводились московскими властями они не помогают истержать рост числа заболевших коронавирусом а только вредят к тому же нет никаких гарантий что Собянин снова не распустит всех по домам но как бы там не было еще недавно Собянин в 2013 году побеждал в относительно честных выборов самого самого Навального а сейчас вдруг на него ополчился не какой-то там оппозиционер с миллионами просмотров на ютубе а почти все родители Москвы более того они даже создали антисобянинское движение под названием родители Москвы не удивлюсь если услышу что в офисе движения родителей Москвы будут происходить обыски и будут упрекать это общество в экстремизме пассимизме и терроризме люди откровенно злы и раздражены на Собянина и готовы его нет-нет да и свергнуть поэтому конечно мэр столицы пошел на послабление дабы не обоспеть и без того накалившуюся ситуацию в обществе ну и к тому же детям нужна физическая активность и взрослым она не помешает и вообще Собянину вот эта вот картиночка где Собянин за партой а рядом с ним дети вот это его уровень а не уровень мэра Москвы да так жестко конечно вот не было бы коронавируса да Собянин бы так жестко не пролетало бы все наоборот удивлялись о какой эффективный мэр чиновник да тут вот коронавирус и коронавирус как бы расставил все по своим местам россиянам ой россиянам на нам на нам на россиянам запретили и категорически не разрешили встречать Навального в московском аэропорту вообще видно уже что Навальный политик эпохального уровня в России вот даже Путина так не встречают как Навального хотят встретить в аэропорту любой приезд в любой город в том числе и в столицу Навального это уже событие для всей страны об этом массово и много говорят как мы любим говорить возвращается настоящий неподдельный президент всей россии с вынужденной берлинской командировки его конечно могут тыкить путинские силовики тире боевики и увезти Навального прям с трапа в Лефортово или еще куда-нибудь в этом ничего нового нет и люди думают что возможно так и будет потому что они хотят встречать своего президента России в аэропорту Внуково как полагается с хлебом с солью и со всеми почестями новое здесь другое Навального не удалось отравить посадить сжечь живьем поэтому прокурорские подумали подчисали своими репами корруппированными и выдали или утвердили ну пусть будет выдвинули этот абсурдный запрет до встречи вставали в аэропорту то есть без санкции прокуратуры у нас теперь нельзя оказывается в аэропортах встречать людей вот дождь вот новый запрет все нельзя россиянам своих родственников и близких встречать в аэропорту без санкции прокуратуры да все новый это конечно абсолютно абсурдный запрет и довольно ну довольно оригинальный представляете что было бы если бы прокурорские запретили бы на вокзале встречаться сторонников Жириновского с лидером ЛДПР который традиционно перед выборами ездит на своем агитпоезде по всей России да вокзал бы уже давно бы снесли а тут Навальный решил приехать и конечно все опасаются возможных провокаций в аэропорту Вдуково с обоих сторон вообще забавно как из того и сего аэропорт Вдуково превратился в арену боев по сути в Донецкий аэропорт что называется но надо отдать должное сотрудникам аэропорта которые тонко троллят сторонников Навального собирающихся встречать своего лидера в аэропорту они пишут мол господа оппозиционеры одевайтесь потеплее намекая на то что людей просто не пустят в аэропорт в самый обычный аэропорт Внуково который до приезда Навального пускали всех кому не лень но теперь нельзя конечно Навальный если его не арестуют может пообщаться со своими сторонниками и на входе в аэропорт но наверняка найдутся те кто захочет прорваться к своему лидеру к лидеру светлой России в сам аэропорт и это послужит поводом для властей жестоко отреагировать дубинки по башке и прямо в аэропорту но конечно вся эта новая тактика запрещать россиянам встречаться с неугодными правительству людьми в аэропортах на вокзалах дорогого стоит конечно после такого решения но прям верить что у нас светлая демократия а там на западе конечно протесняют белых ага ну да конечно причем что любопытно в запрете прокуратуры встречать навального также прослеживается и то что также прокурорские могут поступить и с любым другим политиком например запретить джуханову встречаются с коммунистами около мавзолея ленина а почему бы и нет абсурдность новых запретов от прокуратуры поражает да и тот факт что встреча навального в аэропорту в глазах власти уже это преступление это свидетельствует о крайнем уровне фашизма в нашей стране а дальше что пойдет навальный в кафе пообедать и это уже будет запрещенная акция протеста так выходит что ли причем навальный возвращается не бизнес самолетом как проворовавшийся члены единой россии и правительства а самым дешевым самолетом так называемым лоукостером аэрокомпанией победа символичная для навального и его сторонников название и ему в аэропорту внукова устраивают козни цирк же а тем временем власти уже подтягивают Росгвардию в аэропорт внукова давайте еще туда танки пригоним и будет действительно не аэропорт внукова а донецкий аэропорт так что если вы хотите нормально улететь или прилететь в Баску воспользуйтесь на этой неделе лучше аэропортом Шереметьево или Домодедово а во внуково похоже будут бои вот как знал как писал и поэтому следующая новость тоже про навального навального все таки задержали но не в аэропорту внукова а в аэропорту Шереметьево и вот он прилетел и вся ситуация вокруг Навального была не столько настолько интересно что людям которые вставать в понедельник на работу рано утром до ночи слушали специальные эфиры эхо Москвы и смотрели специальные эфиры канала дождь посвященные прибытию настоящего неподдельного президента России многие естественно задались вопросом раз его здесь ждал арест зачем он вообще сюда летел Навальный ответ прост Навальный прекрасно понимал что здесь его будут посадить что в итоге произошло так и повторно отравить или просто как журналистов о шоке расширить даже то есть незыблемое правило для всех абсолютно политиков если ты хочешь быть лидером той или иной страны то как бы тебя власть той или иной страны не давила не душила не гнобила ты должен быть в той стране чем президентом ты хочешь быть все это поэтому Ходорковский это я прекрасно отношусь к Михаилу Борисовичу Ходорковскому но он извините не лидер России поэтому Чичеваркин тоже не лидер России потому что они все уехали и живут в Лондоне а Навальный вернулся в Россию и поэтому он настоящий лидер нашей страны прекрасно осознавая что его жизнь его свобода здесь под угрозой вот поэтому Навальный и вернулся поэтому потому что он настоящий лидер который готов отдать свободу и даже свою жизнь ради благополучия России и простых россиян в Кремле этого не поняли они привыкли думать что если ты здесь что-то напедакурил то сразу улетаешь там в Берлин в Амстердам в Лондон и живешь там нет Навальный поступил ровным счетом да наоборот он показал что он настоящий патриот России не поддельный патриот который кричит я лук я патриот а имею вилу там в Италии нет он Навальный вернулся в Россию Навальный действительно настоящий патриот он этим поступком этим жестом возвращения в Россию доказал и в Кремле этого конечно не поняли и не понимают они примыкли иметь дело с такими людьми которые наоборот при малейшем давлении уезжают из страны а тут ситуация прям так сказать пропорциональная именно поэтому Навальный лидер оппозиции не Ходоковский не Чеваркин которые бежали из страны при малейшей возможности да особенно было мило то что Навальный возвращался из Берлина не один а со своей женой демонстрируя нам нравственность ту самую нравственность которой нет даже в Кремле ибо поддельный нечестный президент России Путин крутит шашни то скобаевый то хрен знает с какой кривоногих от него даже его жена Людмила ушла от Навального нет вот этим мне лично Навальный и нравится то что его жена с ним и в горе и в радости и при малейшей опасности ну а теперь абстрагируемся от того что в России вернутся самый главный конкурент Путина и мы имеем вот такую прекрасную картинку мира для западных СМИ в России так прилетел в Россию не важно кто не важно откуда но гражданин этой страны попытался что-то там на паспортном контроле вякать про свои права про своего адвоката а его берут за шкирятник и увозят в неизвестном направлении похищая я думаю что лучшие демонстрации в таком бесправном репрессивном государстве мы живем и представить себе сложно к тому же Навальный тупо к тому же Навального тупо похитили из аэропорта и увезли в неизвестном направлении а кто так делает ответ правильно только бандиты бандиты сейчас у власти в России удивлюсь если Навального вывезли из аэропорта Шереметьево в багажнике как настоящие бандиты отдельная тема сам конкретный прилет Навального его ждали к совсем другому аэропорту во Внуково туда даже таксисты бесплатно доставляли людей как только он наваривает что они едут встречать Навального вон где настоящий народный бунт против Путина таксисты бесплатно за свой счет довозили людей до аэропорта Внуково в которой предполагалось прилетит самолет Навального таксисты в России против Путина знаете это все ну по крайней мере московские ну и подмосковные да люди покупали даже отнюдь не дешевые билеты на рейсы в аэропорту Внуково чтобы просто пройти в аэропорт ведь всех не пускали пускали только тех в аэропорт у кого есть билет заставляя остальных вот этот московское УВД и вот эти московские подмосковные менты заставляли людей мерзнуть в 30 градусный мороз на улице ну кто они ну садисты кто же еще заставляла кстати мерзнуть около аэропорта не только сторонников но и родственников тех кто реально купил билеты и реально хотел улететь из Внуково но не получилось так как Внуково стало ареной боев ну таких небольших но все таки дальше в самом аэропорту Внуково где должен прилететь вот этот лидер лидер нации действительно в самом аэропорту полиция просто зачищала все кафешки от неугодных лиц по принципу где твоя рожа не понравилась проследуйте проследуем в тазак потом конечно оригинальный ход был типа сторонниками Бузовой которых догнали в аэропорт чтобы создать массовку в аэропорту и не допустить чисто физически встречу сторонников Навального со своим лидером вытесняя их из аэропорта у Бузовой столько сторонников не было как раньше как в день прилета Навального но самое смешное что Бузова так и не прилетела осталась в Петербурге а после того как было принято решение сажать самолет с Навальным в Шереметьево то якобы сторонники Бузовой не дождавшись прилета самой певицы по команде из центра покинули аэропорт доказав что они никакие не сторонники данной певицы а что за бабло отрабатывают свою так сказать массовую деятельность конечно как только мы знали что самолет с Навальным будут сажать в Шереметьево все инулись туда моменты уже были к этому готовы и перекрыли все трассы ведущие в другой столичный аэропорт тактика с Бузовой довольно интересная но вот администрация Кремля не учла тот факт а что было бы если бы Бузова в инстаграме призывала ее встречать а Навального тогда что вот хотелось бы на это посмотреть как бы там не было самолет с Навальным делал круг за кругом вокруг московских аэропортов провоцировать тем самым опасность авиакатастрофы ведь изначально самолет должен был приземлиться во Вгуково и все траектории других лайнеров строились на этой но Кремль пренебрег авиационной безопасностью чтобы не допустить встречу сторонников Навального с лидером и его по-тихому арестовать но по-тихому не получилось была прямая трансляция из шейнете прямо из паспортного контроля и все мы увидели как власть давит оппозиционных лидеров что сразу прилетел сразу там много полиции проследуйте за мной и так далее вообще когда самолет с Навальным кружили по всему воздушному пространству Москвы и Московской области у меня лично была мысль а что может быть российский власть докатится до того что просто собьет нахрен самолет но к счастью этого не произошло и конечно когда самолет с Навальным окружил вокруг аэропорта Шереметьево мне это все напоминало крутой пикет да ну что мы имеем по итогам Навальный сейчас его расставали на 30 суток и он сидит в СИЗО Матровская тишина значит по поводу кто выиграл во всей этой истории с прилетом Навального ну конечно аэропорт Домодедово который оказался здесь не при телах да во Внуково чуть ли не бои происходили а в Шереметьево непосредственно сам арест Навального ну а Домодедово так и остался тихой сапой что называется в системе воздушного пространства Москвы и России вот такие дела на сегодняшний день с Навальным идем дальше ФБР проводит внутреннюю массовую проверку нацгвардии США перед инаугурацией Байдена я напомню как развивались события когда мы все бухали и отмечали Новый год сторонники Трампа трамписты утописты по личному приказу конечно же не Трампа а конечно же Путина с Нарышкиным так как Трамп агент СВР 1988 года службы внешней разведки России взяли штурмом Конгресс США Конгрессменов и сенаторов пришлось срочно эвакуировать секрет сервис американскому аналогу ФСО не обошлось без стрельбы но в итоге контроль над Конгрессом был восстановлен ценой ввода туда американской нацгвардии Вашингтон которая будет там находиться вплоть до инаугурации Байдена почему кстати Трамп то проиграл в нем сыграло то чего нет у россиян уважение к закону и порядку поэтому он не стал призывать к штурму Конгресса и к удержанию Капитолия наоборот он своих сторонников призывал отступить но конгрессмены думают к сожалению иначе наши же пропагандисты Соловьев Киселев Зейналов ну и прочие вы кстати смотрите смотрите демократия на штыках заявляют они в своих передачах так как войск нацгвардии были введены в Вашингтон да это так но все познается в сравнении у них закрыта для обычных граждан только часть Вашингтона где правительственное здание на инаугурацию Байдена у нас же когда была инаугурация Путина в 2013 году была закрыта вся Москва а людей выкидывали за 101 километр как при советской власти периода Олимпиады 80 у них штурмовали конгресс сторонники Трампа обычные работяги у нас в свое время штурмовали парламент спецназ офицеры группы Альфа и Вымпел и танковые войска в 1993 году вот вам и сравнение двух демократий настоящий американский и другой притворяющийся демократии но демократии не считающейся а российской Трампу конечно не позавидуешь надо было бороться до конца и призвать всех на штурм Капитолия но даже Трамп шоумен а никакой не президент уважает закон и к этому делу не призывал учитесь учитесь россияне так будучи ну де-факто под расстрелом конгресса уважать свою страну и не действовать из-под тяжка нарушая закон при том что ты президент США как бы там не вопила Нинси Пелоси спикер Капитолия пусть посмотрит на судьбу Рудского и Хосбулатова ну что мы имеем на сегодняшний день Конгресс под контролем нацгвардии нацгвардию проверяет ФБР на предмет продикновения в их ряды трампистов анархистов и колес уже российских шпионов из ГРВСФР ФБР это вам не продажное ФСБ они тщательно все проверяют уже поступили дады о том что трамписты хотят организовать повторный штурм Капитолия в день инаугурации Байдена более конкретно 4 тысячи человек готовы отбить у нацгвардии законодательную ветвь власти и и подговорить уже с пилощи наконец-таки люди инспирируемые российскими спецслужбами уже собираются на окраинах в Вашингтоне чтобы в час че порвать оцепление и порваться к Капитолию где должна будет происходить наугурация Байдена все это мне дико напоминает фильм 3х2 новый уровень сайскью в главной роли помните да там тоже что Байдена Капитолия Пелоси этот спикер Конгресса это спикерша сама виновата что до этого дело дошло если бы она как настоящий демократ а не дерьмо крат поговорила бы с народом то повторного штурма возможно и удалось бы избежать и ситуация бы утихомирилась но нет она предпочла бежать под прицелом Secret Service US американского ФСО и кстати про ФБР да не да не исключено что когда трамписты будут вновь прорываться Капитолию их пропустят какие-нибудь бойцы надгвардии завербованные надгвардии США завербованные российскими спецслужбами вот это действительно опасается ФБР Федеральное бюро расследований США как бы настоящую армию а не надгвардии не пришлось бы вводить в Вашингтон российские агенты в округе Колумбия не древнят и готовы и готовят провокацию Байгри в день его нафгурации такова позиция на сегодняшний день в США ну вот Трамп в последний раз обратился к американцам как мне шаль Трампа трампистов трампологов и трамп политологов все они уходят в прошлое вместе со своим лидером 4 года 4 коротких лет мы следили за перипетиями Белого дома за тем кого кто там зажег свет и встал поздно ночью пробираясь к холодильнику как лихо сначала Трамп грозил всему миру в частности Северной Кореи и как потом шел диалог с Ким Чен Имен как Трамп безусловно безуспешно но безусловно противостоял Китаю проиграв эту схватку как Трамп поприебали европейские лидеры да так что он с ними поссорился его действительно любили и любят в его стране он был без привлечения народным президентом крайне неполиткорректным обожаю как и я фасфорд и этим нравился на речь Трампа хотели попасть если с речи Путина хотели бежать то на митинг Трампа выстраивались филометровые очереди самая крупная была наверное очередь на митинг с Трампом самое крупное событие было это инаугурация Трампа когда миллионы миллионы приехали в Вашингтон чтобы узреть своего всенародно избранного президента США Трамп не Путин он на своей инаугурации не стал прятаться в здании будь то здание Капитолия или здание Кремля и выходил при инаугурации своего лимузина и приветствовал своих сторонников а те в ответ приветствовали его и это был такой настоящий кайф была настоящая демократия 4 года назад но хорошему рано или поздно приходит конец как пришел конец правлению Трампа чтобы не скатываться в Россию эту пидоростию Трамп готов передать власть Байдену для воинно соблюдения всех демократических норм и правил как подчеркнул Дональд Трамп я горд за тех американцев кто поддерживал меня Америка не должна терять свое величие я буду помогать Байдену в целях обеспечения национальной безопасности и процветания Соединенных Штатов Америки Байдену Трамп не должны потерять уверенность в своих силах и дальше продолжать решительную борьбу со всем гнусным что в США есть намекая на Венсе Пелоси не секрет что Трампа в отличие от Обамы и Буша поддерживали даже многие россияне из глубинки которые видели в нем защитника традиционных ценностей да своеобразного но все таки что конечно породило поводы для шуток и серьезных разбирательств о том что Трамп агент СВР под прикрытием и под псевдонимом Рыжик Трамп теперь уходит обратно в шоу-бизнес и может снять повозрослевший один дома с Маккой Калкиным главной роли не осталось тени и первая леди супруга Трампа которая первой леди перестанет быть вот прям в момент выхода моих передач она ровно восемь по Москве перестанет быть первой леди и вновь превратится в Миланю Трамп то есть вновь карета превратится в тыковку из сказки Золушка цитата тут здесь подходит так вот Миланя Трамп она призвала всех мировых лидеров отказаться от насилия Лукашенко не надо подавлять протестующих а Путину не надо водить новые танки в Донбасс намекала она в своей речи Трамп был отличным действительно президентом солью американской нации он никого не отправил на очередную бессмысленную войну как сделал это Путин отправив наших военных в 2017 году при Трампе в Центрально-Африканскую республику задачей грохнуть своих журналистов так вот Дональд Трамп это великий президент мира Соединенных Штатов склоните головы расисты перед ним в знак почтения что уходит не просто эпоха уходит действительно сильный лидер мира но который правда может вернуться конечно но это уже тема для другого разговора уходит эпоха под названием Трампизм прощай Дональд прощай король да здравствует новый король Джонсов Байден 46 президент США уже следующая моя программа чтобы не сглазить будет при нем всего хорошего до встречи на следующей неделе пока